Добрые волшебные и лирические сказки Александра Сергеевича Пушкина читали все поклонники творчества гениального русского поэта. Семь удивительных историй, рассказанных в его уникальной манере, считаются практически народными. Мы подготовили викторину на основе сказок Пушкина, чтобы дети немножко повторили, и мы заодно повторили, и почитали, и посмотрели. Сегодня, я думаю, мы продолжим, будем смотреть, наверное, потому что дети многое, конечно, подзабыли. Для участников интеллектуальной игры подготовили 10 простых вопросов, но правильные ответы знали далеко не все. Ребятам пришлось порядком призадуматься, чтобы вспомнить, в каком произведении Пушкин поселил шамаханскую царицу, или что за имя придумал для царя в сказке о золотом петушке. У него интересные, развернутые произведения, о которых можно не задуматься и посмеяться в какой-то степени. Они такие интересные, загадочные с какой-то стороны. Ответы на 9 из 10 поставленных вопросов дали начинающие журналисты телеграм-канала Библио ТВ Саша Золкина и Анна Топал. Девочки знают и любят сказки Пушкина. Сейчас с большим азартом постигают азы выбранной профессии. Викторина стала еще и возможностью получить мастер-класс у профессионалов. Я тоже, как вы, спрашиваю разные вопросы после каких-либо мероприятий. Как ты думаешь, что главное для корреспондента, вот самое важное в его работе? Скорее всего, речь правильная поставлена. Гениальные сказки и стихи и повести Пушкина любимы как детьми, так и взрослыми. И даже спустя 223 года со дня рождения солнца русской поэзии, его произведения продолжают оставаться актуальными и близкими к каждому. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНОТВ.